Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Анна, добрый вечер! Спасибо огромное, что пришли сегодня на эфир. Нам было не очень просто согласовать время, потому что вы много работаете. Да, так и есть. Спасибо большое за приглашение. Сегодня выходной, поэтому есть возможность спокойно дома пообщаться. А расскажите про работу. Как работаете? Сейчас ситуация сильно изменилась. Нам приходится работать по новым протоколам. Мы работаем в условиях пандемии. Помимо того, что пациенты болеют, конечно же, онкологическими, гематологическими болезнями, недавно услышал такую хорошую тезис, что как бы нам не хотелось, но рак не уходит на карантин. Это действительно так и есть. Плюс на это свалилась еще пандемия коронавируса. И это сильно усложняет наши обычные, привычные, рутинные действия в клинике и в лечении наших пациентов. Клиника под ковид не закрыта, но, вероятно, вы сталкиваетесь с коронавирусными пациентами. Да, конечно. Сейчас возникли непределенные сложности с планом госпитализации, потому что нам необходимо перед тем, как пациента к нам госпитализировать, чтобы он принес с собой тест ковид негативный. После этого мы можем только его госпитализировать. Один тест? На обсервацию. Простите? Один тест? Да, да, да. То есть перед всеми моментом госпитализации, чтобы он был, и мы могли быть уверены, что у него нет. Конечно же, на входе с ним проводится бесконтактная термометрия. При новом отделении с ним изменится сатурация кислорода в крови. И потом, после этого мы принимаем решение, можем пациента госпитализировать или нет. Поэтому сильно все гораздо усложнилось. Онкологическим пациентам бывает не так просто получить помощь. Есть много разных препонтов, в том числе административных на этом пути. И сейчас, получается, для них путь стал еще более сложным. Действительно так. У них вообще, в принципе, повышенный, конечно же, тревожный психологический фон. И мало того, что вы испытываете стресс по поводу своего основного онкологического заболевания, тебе приходится собирать большое количество бумажек и доказывать то, что ты можешь быть госпитализирован в клинику. Но наши пациенты, они, как бы грустно ни звучало, они хронические. Мы с ними давно контактируем, они проходят длительные курсы лечения. То есть мы отпускаем их на каникулы между курсами лечения. Через месяц они снова к нам возвращаются. Поэтому они наши старые знакомые. Мы с ними находимся в сотрудничестве, постоянно на телефоне созваниваемся, и сложности не возникает. То, что случилось сейчас, это для них большая и для пациентов, для врачей проблема, потому что у них изначально сильно поражена иммунная система. То есть где-то возникает сбой, а тут сверху еще возникает какая-то дополнительная инфекция. Потому что после курса химиотерапии, всем, конечно же, известно, что у них страдает иммунитет. Мы применяем химиокрепаты, которые снижают количество лейкоцитов и лимфоцитов. А именно эти клетки борются с инфекцией. И для них опасна любая инфекция, бактериальная, вирусная. А сейчас ковид, он относится к унипатогенности второму, и это для них очень большая опасность. Вы упомянули о сложностях и опасностях, которые сопровождают пациентов на пути лечения сейчас во времена пандемии. А что, на ваш взгляд, изменилось для врачей? Для врачей усложнилось то, что, во-первых, нам сейчас идет меньше первичных пациентов из поликлиник, потому что отменен полностью плановый прием в обычных районах поликлиниках. Пациенты, само собой, стали меньше обращаться. Терапевты и гематологи, которые находятся на местах, они меньше направляют для лечения пациентов в стационары. Пациенток есть определенная осторожность в плане того, что а идти или не идти в клинику, здесь он подумает уже 20 раз, чтобы не заразиться там, лучше он посидит дома. То есть за это, кстати, отдельное спасибо нашим пациентам. Если получается так, что можно каким-то образом перетерпеть, и это не угрожает жизни, то они стараются сейчас не обращаться. Которые пациенты были давно-давно, они продолжают лечение в плановом порядке. Для врачей сейчас усложнилось то, что особенно в группе тех пациентов, которые находятся после трансплантации костного мозга, как аллогенной, так и аутологичной, это те самые пациенты, у которых проведена высокодозная химиотерапия, у которых полностью отсутствует иммунитет, а пациенты, которые получают после аллогенной трансплантации, еще дополнительные иммуносепрессивные препараты. Вот к ним, к этим пациентам, мы сейчас заходим в полностью облачение средств индивидуальной защиты, так же, как работают наши коллеги в красной зоне. То есть мы одеваем те же самые… Вот программа у вас называется «Очки, маска, две перчатки». На самом деле я каждому пациенту надеваю шесть перчаток, то есть две пары перед тем, как облачиться в средствах индивидуальной защиты, плюс у каждого пациента приходится надевать третью пару перчаток, которые ты сбрасываешь после выхода от каждого пациента. Это сильно усложняет, конечно, задачу. То есть во время обсервации я находился в этих костюмах по 3-4 часа. Во-первых, тратишь время на то, что тебе его одеть, а иногда у пациентов возникают экстренные ситуации, то есть там трудно отложить время на то, что нужно решить вопрос здесь и сейчас. А тебе приходится бежать, тратить время на одевание костюма, потом на его утилизацию. Это дополнительные сложности. При этом в этом мало, скажу честно. Михаил, а сколько примерно времени занимает надеть костюм, полное облачение? Ну вот когда я пришел в первый день своей вахтенной смены, недельной даже больше, я тратил примерно 20 минут с непривычки. То есть нужно было обработать руки, надеть первую пару перчаток, перчаток, затем надеть на себе комбинезон, сделать разрезы, обедеть вторую пару перчаток, респиратор. К концу смены уже привыкли примерно от 5 до 7 минут. Если не приходится на долгий период времени облачаться в эти костюмы, то примерно 5 минут. То есть не заклеивать себе пластырем нос, не накладывать патчи, чтобы это все потом не ухудшать состояние кожи, то это довольно-таки быстро. Но в среднем где-то, наверное, от 10 до 20 минут. И вы меняете костюм не после каждого пациента. Вы надеваете его, и вот 3-4 часа вы в нем. Да, да, конечно. Это, во-первых, в целях, само собой, того, что мы… Возникает, конечно, дефицит, поэтому приходится стараться каждый раз не выбрасывать. И плюс респираторы, да, они многоразовые. Многоразовые, то есть поверх респиратора сверху надеваешь маску, маску выбрасываешь одноразовую, а респираторы можно использовать еще 6-8 часов. Да, это так и есть. Но, как правило, костюмы все одноразовые, они сразу уходят в утилизацию. Очки многоразовые, которые приходится обрабатывать после каждого выхода из условно инфицированной красной зоны. Ну, получается, это такая, с одной стороны, техническая сложность надеть, снять, утилизировать, все правила инфекционной безопасности помнить, следовать им. А с другой стороны, создает ли это какие-то дополнительные психологические трудности? Несомненно. Во-первых, я привык, скажу честно, на обход с самим пациентом приходить и со всеми здороваться. С мужчинами за руку, к пациентам, женщинам я присаживаюсь и просто добрительно хлопаю по плечу или по колену, и это дополнительно настраивает хороший психологический настрой у пациента. Стараюсь присесть у постели. Во-первых, находишься на одном зрительном уровне с пациентом, возникает доверие со стороны пациента, и так вообще, в принципе, удобнее и приятнее общаться. Теперь нам рекомендовано не менее одного метра к пациенту приближаться, избегать необязательных прикосновений. Несмотря на защитный костюм, все равно метр дистанции. Да, да, да. То есть, если ты не выполняешь никакие манипуляции, просто тебе нужно опросить жалобы и посмотреть состояние пациента, то лучше, конечно, избегать этого всего. Плюс, само собой, когда к пациенту в первый раз заходит врач в скафандре, где не видно ни лица, ни глаза сквозь двойное стекло, конечно, возникают дополнительные барьеры. Плюс даже сквозь аспиратор и маску изменяется речь. То есть, не слышно очень, ну, довольно-таки нехорошо. Пациенту переспрашивают очень часто, и дополнительные сложности возникают. Плюс, опять же, вернусь к этим трём парам перчаток, тактильные ощущения меняются. То есть, ты привык работать в одной паре перчаток, тебе проще нащупать вену, чтобы сделать венипункцию, а здесь тактильные ощущения сильно изменяются, и это доказать дополнительные сложности. О важности выстраивания хорошего подоверительного контакта с пациентами, в частности, с онкологическими пациентами, написаны целые тома, много-много статей и исследований. Вы упоминаете, что сейчас эта коммуникация затруднена. Есть ли какие-то лайфхаки, которые позволяют вам лучше выстраивать коммуникацию в этих затрудненных условиях? Сейчас, к сожалению, нет. Пациенты наши в большинстве своём всё-таки, конечно, понимают, с чем мы имеем дело, смотрят все новости, поэтому относятся к этому с пониманием. Были некоторые срывы, не могу скрывать этого у наших пациентов. Конечно, когда три недели находишься в боксе закрытой, находишься там четыре стены, максимум телевизор, конечно, это определённый отпечаток. И к тебе заходят только люди в скафандрах, ты других никого не видишь, не можешь открыть окно, никакой вентиляции. Это очень сложно. Поэтому приходится дополнительно говорить изобрительные слова. А вот те, которые были в моей лайфхаке, к сожалению, они не работают, поэтому пока это сложно. А если говорить про взаимодействие с коллегами, с врачами, с медсёстрами, некоторым образом вот эта командная работа тоже получается затруднена. Есть ли здесь какие-то хитрости? Слушайте, не знаю. Мне, наверное, повезло. У меня какой-то старый, исполчённый коллектив, поэтому мы сразу к этому тоже относились с пониманием. Все знаем, с чем работаем, с чем имеем дело, поэтому трудностей никаких не возникало. Иногда, ну, знаете, это неизбежно, когда какие-то возникают бытовые проблемы, коллектив всё-таки смешанный, мужчины и женщины, здесь какие-то трудности, конечно, возникали. Без них нигде не обойтись. Но старались. Иногда шутка такая есть, что медики – это бесполые существа, поэтому нет разницы, пол мужской или женский, а сексуальные. И поэтому стараешься на это внимание не обращать. Но неизбежность, конечно, это всегда. То есть, когда находишься в одном коллективе больше недели, хочется какой-то смены обстановки. Крайне редкие, но срывы, конечно, были какие-то. Но так с пониманием относились, вышли, отдышались и дальше работать. А вы сказали, что вы 7 или 8 дней были внутри медицинского учреждения и не выходили? Это была такая вынужденная обсервация. Как это происходило? Сколько времени из этого времени вы работали? Сколько отдыхали? Как режим был устроен? Мы как раз вот здесь такой, не то, что лайфхак, это просто вынужденные меры. Было на отделении два врача и приняли решение, что мы будем сутки, через сутки, помедленно дежурить. То есть, один ходит постоянно по пациентам, а второй занимается другими задачами, которые не требуют вхождения в красную зону, чтобы не контактировать лично с скафандрами, не надевать. И это немножко упрощало. Наши медицинские сестры, на них легли и другие обязанности. Помимо того, что нужно было выполнять обычные сестринские манипуляции, приходилось участвовать в кормлении пациента, в уборке помещений, чтобы меньшее количество пациентов с персоналом задействовать. Это, конечно, усложняло все. Вспомогательного персонала не было. Простите, что перебила. Получается, вспомогательного персонала не было. То есть, все эти функции ложатся на медсестер. В нашем случае так и было, да. Потому что так было проще и организационно, и чтобы уменьшить контакт с нашими пациентами. А так ничего нового. То есть, просыпаешься, если ты не дежурный в 7 утра, завтрак, душ, и работаешь, как работаешь в обычные дни, только просто все скваливается на тебя. Заказ гемокомпонентов, заказ лекарственных препаратов и решение всяких других повседневных задач, без которых невозможно обойтись. А тот, кто дежурит, тот непосредственно готов в любой момент сорваться, облачиться в средства защиты и бежать к пациентам. Это проходило так. Ну, ночевали тоже в клинике. То есть, ну, вот сложно было высыпать в клинике и просыпаться в клинике. Ну, какие-то подсобные помещения, мы под это, раскладушки, диваны, которые есть. Ну, комната отдыха одна. Вот. Это невозможно всем, всей бригаде, одновременно спать. Поэтому... Бригада – это сколько человек? Два врача и три сестры у нас было медицинских. Вот. И подсобные помещения под это подстраивали и спали на распродушках, на дополнительных кроватях. Из этого как-то образом мы, конечно, извлекали. То есть, получилось, что у вас такая обстановка сложилась немножко, как у космонавтов. Изоляция, невозможность выйти на не очень долгое время, но тем не менее. Обычно космонавтов готовят и людей, которые так вот совместно в изоляции находятся, готовят психологически, работают с ними психологи, психологи и до, и во время. Были ли у вас психологи, которые сопровождали нахождение? Ну, у нас, конечно же, конечно же нет, но я знаю, что мне и друзья прислали большое количество. Знаю, что сейчас коллеги подключились к бесплатным консультациям, то есть, можно кому-то позвонить в бесплатной консультационной линии психологов. Если что-то возникает, какие-то проблемы, можно спокойно позвонить, это все обсудить, и здесь каких-то проблем не возникало. Я скажу свою пользу, то, что я, в принципе, в прошлом военный врач, и поэтому здесь сложности не было. Я знаю, как готовить летчиков для долгих полетов и как готовить космонавтов. Сам побывал в таких некоторых сложных условиях, поэтому мне здесь было немного проще адаптироваться, чем, конечно, моим коллегам, которые в такой ситуации не побывали, и это определенно накладывало сложности для них. с психологами. Я знаю, что, да, некоторые обращаются, здесь каких-то проблем с этим не возникало. Сейчас очень много идет разговоров по поводу, так называемого, посттравматического, да, Анна, если вы скажете, это правда? Посттравматический стрессовый синдром. Действительно, ВОЗ бьет тревогу, и довольно много публикаций уже вышло на этот счет. И есть исследования по эпидемии ковида, но гораздо больше исследований по эпидемии SARS. 2003, 2002, 2003 года и по предыдущим эпидемиям и пандемиям есть большая взаимосвязь такой психологической нагрузки и разных психологических состояний, травматических, которые потом потенциально могут возникнуть у медиков, как то депрессия, тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство. И сейчас врачи очень заняты, и медсестры. А психологи сейчас в меньшей степени заняты, поэтому у них есть время думать о том, что будет потом с психологией медиков. И ситуация в этом аспекте довольно тревожная. Грустно, что нет времени на то, чтобы как раз эти вопросы именно сейчас в онлайне обсудить с психологами. Наверное, это было бы полезно, и от этого не стоит никаким образом отказываться. Если возможность такая есть, я думаю, что... Пользуясь возможностью предлагаю и себя, и ряд моих коллег к такому обсуждению, потому что мы вполне осознаем опасность наступления посттравматического стрессового расстройства у большого количества медиков. ВОЗ считает, что до 50% потенциально могут оказаться под воздействием такой психологической травматизации. И главное, что подобного рода травматизация не заканчивается сама по себе ни через год, не через два. То есть проходит довольно много времени. У кого-то заканчивается, конечно, кто-то возвращается к такой обычной нормальной жизни и работе. Но довольно большой процент медиков имеют шанс самостоятельно не выйти из этого состояния, и это весьма тревожно. У меня есть единственное оправдание. Я знаю, что... Ну, это тоже грустные факты, но от них никуда не денется. То, что сейчас работают в основном это анестезиологи-магматологи, они в принципе находятся в первой зоне риска по выгоранию профессиональным, а на втором месте находимся мы-онкологи, и всегда, в принципе, к этому были готовы, условно готовы, то есть ты потенциально себя к этому готовишь, что это может случиться. К сожалению, мы, да, действительно чаще видим умирающих пациентов. К этому невозможно привыкнуть, но это отказывает особый, конечно, на опечаток на профессии и, в принципе, на своей карьере, но от этого никуда не деться, потому что такая специализация, это факт. Да, это так. Поэтому им немножко проще, вот кто сейчас побежал в ковидный госпиталь, кто находится в красной зоне, аниматологи и без этого видели умирающих пациентов, онкологи тоже видели довольно-таки часто, а очень же много людей, которые там, терапевты, стоматологи, эти люди не сталкивались с таким количеством погибающих людей, и для них это определенный будет, конечно же, стресс, то есть в течение двух недель увидеть такое количество умирающих людей. Как с этим справляться, я... И тепло болеющих людей, да. Здесь, наверное, такого-то не будет общего совета, я не знаю, поэтому у меня из рецепта идеального вряд ли он может быть. Одним из факторов, согласно ряду психологических исследований, факторов, предотвращающих наступление психологической травматизации и развития посттравматического стрессового расстройства, является такая характерологическая особенность врача или медсестры, это чувство юмора. То есть человек, который наделен чувством юмора, имеет меньше шансов на психологическую травматизацию или больше шансов из нее выйти. Есть ли у вас, может быть, в этой связи какая-то история? Нет, истории нет, они каждый день... Они, знаете, такие местечковые, свои. Конечно же, у нас черный юмор такой медицинский, без которого невозможно обойтись, какие-то есть свои анекдоты под шучьем другом, без этого никуда не обойтись, потому что если и этого не будет, то ходить совсем такими грустными и понурыми без этого точно нельзя обойтись. И в принципе... Да, это совсем нехорошо, конечно. Слушайте, а я вот все хотела спросить, я видела, коллеги делают фотографии на вот эти свои защитные костюмы, чтобы опознавать друг друга, и чтобы врачи понимали, с кем они имеют дело, когда человек в полном облачении, в маске, в защите, в очках, заходит в палату. Вы так не делаете? Да, там всякие штуки, мы даже на спине рисовали какие-то разные, то есть там девочки рисовали другую цветочки, кто там рисовал, чемного доктора, ну, это в каждой клинике у своей, там есть художники, кто как развлекается, подписывает какие-то прозвища, да, там доктор такой, номер один. А у вас есть какой-нибудь? У меня, я себе рисовал восьмерку футбольную, как футболисты бегают с восьмеркой на спине, поэтому... Восьмерка, в смысле, как цифра восемь, или как знак бесконечности? Нет, именно знак вот восьмой. Почему? Футболиста. Ну, это такой счастливый номер у футболистов, один из самых седьмой, восьмой и девятый. Там форварды это десятый и одиннадцатый, а это такие центровые, центр форварды. Вот, и по-разному все развлекаются, конечно, без этого тоже нельзя обойтись. Грустно будет совсем. Когда грустно, хорошо, да, очень важно находить какие-то радостные, может быть, веселые моменты даже среди, вот, ну, в целом довольно грустной ситуации. Что еще помогает пережить? Ну, банальные вещи буду говорить, конечно, после того, когда заканчиваются смены, все общаются по телефону с родными. Я вот уже своих родителей не видел там больше полутора месяцев, хочется быстрее увидеть и обнять. Созваниваемся постоянно, мама с папой очень переживают, постоянно звонят, тоже входит, конечно, в ситуацию, понимает, что не всегда есть возможность пройти к телефону. Вот, и очень много поддержки получаю в социальных сетях, то есть я там вел свой дневник и получил большой отклик от людей, как знакомых, так и незнакомых, что, конечно же, очень тоже поддерживало. За это всем отдельное спасибо, без этого было бы гораздо сложнее. Я с собой еще взял зачем-то, думал, буду читать книги. И как? Я их взял и принес с ней открытые домой, то есть времени заниматься и чтением совершенно не было, то есть там единственное желание быстрее снять с себя комбинезон, сходить в душ, поесть и быстрее лечь, отдохнуть, чтобы восстановиться. Еще такой, тоже, вы знаете, это банальные вещи, то есть то, что во время стресса лучше всего, конечно, стараться высыпаться, то есть минимум 6-7 часов беспрерывного сна, чтобы восстановление и организм получал полное восстановление, чтобы дальше бороться с этим стрессом. Получается? В клинике сложно, дома, конечно, лучше спиться, потому что в клинике, как бы ты там не спал на какой-то там удобной кровати на удобном диване, все равно ты находишься постоянно в осознании того, что тебя могут в ближайшие там 15-20 минут проснуться, тебя потребуют к пациенту, может быть возникнет неотложенная ситуация, поэтому сон такой тревожный. Я всем гостям под занавес задаю один и тот же вопрос и вам тоже хотел задать. Когда все закончится, что вы сделаете первым делом? Я первым делом осуществлю запланированную поездку на майские праздники. Я поеду в Берлин со своей любимой девушкой. Мы эту поездку запланировали, я надеюсь, что мы ее осуществим, потому что мы ее долго-долго планировали, долго-долго покупали, получили наконец-таки визы, и вот после того, как я ехал из визового центра с готовой визой немецкой, мне приходят сообщения о том, что все мои рейсы, которые были куплены в Берлине обратно отменены, поэтому мы эту поездку, надеюсь, очень скоро осуществим. Ну, то есть вы не решили, что это такой знак свыше? Нет, наоборот. Это челлендж дополнительный, чтобы все это осуществить, и когда граница откроемся, я думаю, что мы первым делом туда и поедем. Замечательно. Я вам искренне желаю, чтобы эта поездка состоялась на этот раз, чтобы все закончилось, и мы вышли без потерь. Спасибо вам огромное за то, что пришли, так интересно рассказали. Спасибо большое. Всяческих вам успехов. Спасибо вам за приглашение, и берегите себя, и, пожалуйста, не болейте. Спасибо огромное. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.